ЗВОНОК В ДВЕРЬ Под хэштегом «Разом» накануне Дня Конституции свои первые паспорта получили юные граждане страны. Осознаю себя действительно гражданином Республики Беларусь. Я могу сказать, что да, я гражданин Республики Беларусь, у меня есть паспорт. Что значит быть гражданином и как меняет жизнь получение главного в жизни документа. Мнение юных белорусов на неделю услышал Александр Добриян. За электрокарами будущее, но где оно? За поворотом или уже на встречной полосе? Он сам читает дорожные знаки и рекомендует вам, как вам нужно ехать. Зарядная станция супербыстрая, позволяет за 4 минуты заведеть электромобиль на 200 километров. Даже когда они станут платными, электричество все равно порядка в 10 раз дешевле, чем бензин. Тест-драйв готова ли Беларусь к буму электромашин. Материал Кристины Федорович. Горящая путевка. Прописка деревенская, пакет, все включено. Пять в одном. Это и рядом школа, садик, и фельдшер, который знает нашу всю семью. Ну и плюс к этому еще и бонусы, потому что давали подъемные. Риск – благородное дело. Сразу, честно, да, было страшно. Куда пойдут дети, где будем жить, как отнесутся люди. Теперь за уши не оттянешь. Нет, город мне ничем не приманишь. Мне больше нравится село. С историями тех, кто переехал из города в деревню и не пожалел, на неделе знакомилась Ирина Недобоева. Неделя прошла под знаком экономических новостей. Ее начало, чего скрывать, выдалось тревожным. В понедельник мировые цены на нефть обвалились почти на треть. Такого не было с 1991 года. Дальше резкое ослабление российского рубля, что, естественно, не могло не отразиться на курсе рубля белорусского. Вот так выглядела валютная корзина в понедельник. Днем курс доллара и евро выросли более чем на 5,6%. Соответственно, российский рубль упал почти на 5%. А потом все, как мы любим, панические потуги бежать, менять, вкладывать, снимать. Благо от опыта так просто не отмахнешься, потому большинство все-таки вовремя остановилось. Дальше пошла стабилизация или привыкание, тут уж как хотите. И уже по состоянию на пятницу совершенно точно стало понятно. С белорусским рублем ничего сверхъестественного не происходит. Национальная валюта не обвалилась. Рост доллара и евро компенсируется падением российского рубля. А это, знаете ли, внешние факторы. И пока свести к минимуму их влияние не удается. Хотя именно на этом постоянно настаивает президент. Зато обвал цен на нефть позволил нашему правительству сделать новое предложение российской стороне. Уже состоялись переговоры, ждем окончательного решения. Тем временем закупаем альтернативную нефть. Впрочем, на неделе в фокусе были не только глобальные экономические вопросы. Глава государства обсудил с руководством правительства вполне конкретные инициативы в различных сферах. Как предупредить банкротство и защитить права работников? Уследить за исправностью техники? Ввести эффективную депозитную систему обращения потребительской упаковки? Простимулировать использование электромобилей? Какой пестрый пазл, скажете вы. Но давайте зреть в корень, предложу я. Каждое из этих решений в той или иной мере касается каждого из нас. Ведь в целом, цитата президента, вся экономическая система страны должна быть нацелена на безусловное обеспечение интересов людей. Хочу подчеркнуть, никакого популизма здесь нет. Как некоторые могут, опять расчувствовавшись, заявлять в телеграм-каналах и прочее, что, мол, вот в канун выборов люди-люди, я еще раз хочу повторить то, что говорил с первого дня своего президентства. Вся система и государство в целом имеют тогда только смысл, если они во благо людям. Все остальное смысла не имеет. Добавлю, что все документы были отправлены на доработку, но не прошло и трех дней, как один из них подписала глава государства. О стимулировании использования электромобилей. К этой теме мы обязательно еще вернемся, но чуть позже, а пока поговорим об отрасли, которая считается локомотивом экономики. Строительство. Действительно, долгое время так и было. Стройка будто подталкивала вперед развитие белорусской экономики. Помните, сколько стройплощадок было в Минске накануне проведения чемпионата мира по хоккею? А в 2010 году, например, было построено около 7 миллионов квадратных метров жилья. В прошлом для сравнения всего чуть более 4 миллионов. Пять лет назад доля строительства ВВП превышала 10%. Потом произошло почти двукратное падение до 5,3% в 2018 году. По итогам прошлого года, не намного выше, 5,7%. И к 2025 году стоит задача увеличить доли до 6,3%. А вот как это достичь? С этого вопроса мы и начали беседу с министром архитектуры и строительства. Итак, интервью недели с Дмитрием Микуленком. Здесь все многое зависит от инвестиций, которые будут складываться в стройку. То есть мы здесь идем только, ну скажем, таким вагончиком к паровозу. Но это минимальный рост, который мы себе запланировали, который позволяет развиваться нормально, в том числе и в строительной отрасли. Прошел год с момента подписания директивы номер 8. Как можете оценить ход ее реализации? Мы пока что весь год занимались тем, что нормативную базу усиленно корректировали. Мы пытаемся развязать руки проектировщикам, на которых очень много нареканий. Но они, с другой стороны, очень сильно зажаты требованиями нормативными. То есть у них шаг влево, шаг вправо – это равносильно побегу. Поэтому мы здесь их раскрепощаем и даем максимально им возможность проектировать на конечный результат, а уже методы проектирования они выбирают сами. К концу года вот с этой нормотворческой работой вы уже разберетесь? Ну, процентов на 80 разберемся. Наша задача сейчас – выстрелить вот этим пулом основных нормативов, дать возможность по ним поработать и увидеть обратную реакцию. Здесь самый главный посыл о том, что мы единственные неповторимые в этой части должны быть, и мы должны диктовать эту культуру строительную. Строительные нормы, они объединят в себя все нормы, которые раньше были в МЧС, у санитарной станции, у дорожников, у энергетиков. То есть все, что касается проектирования объектов, оно все будет в этих нормах. А помимо проектировщиков? Дальше это уже стройка. Для этого у нас сейчас аттестация. Перепроверяем предприятия, которые идут по наивысшим категориям, первое и второе. Есть те, кто аттестатов этих лишается, кто-то как бы подтверждает. Значит, очень много там вопросов возникает. Мы сейчас немножко ужесточаем требования, в том числе и по квалификации персонала, который должен быть у этих организаций. К подрядчикам будет вот такой вот, ну достаточно такой жесткий подход, потому что система некоторого такого саморегулирования не сработала пока. Актуальная тема на все времена – это строительство жилья. Расскажите, вот сколько будет строиться в ближайшее время? Объем 4 миллиона, он остается. То есть пока это такая цифра, которая, ну, так сказать, стабильная. Она учитывает возможности как самих участников процесса со стороны строящихся, это дольщики и многодетные, и нуждающиеся, и возможности государства в обеспечении необходимой инфраструктурой и льготными кредитами. Это 2-3 года ближайшие, да? Ну это как минимум, да. Дальше будем по обстановке рассмотреть. Возможно, что будет и в сторону увеличения, если… Ну тут все будет зависеть тоже от экономики, то есть насколько… Тут и кредитование очень большое значение имеет. Потом есть несколько законодательных инициатив в части жилищных строительных сбережений, ипотеки, которые сейчас обсуждаются в правительстве. Законопроект сейчас на согласованиях этот. И по ЖСС, и по ипотеке. Ну они достаточно уже долго согласовываются. Мы рассчитываем, что в течение года, возможно, они будут уже приняты. А что с многодетными семьями? Вот сможете выполнить поручение президента? Посыл президента действительно там как бы расписан нами полностью по годам. Мы рассчитываем, что в течение этого года и уже в следующем мы выйдем на требования главы государства по обеспечению в течение года направления многодетных семей на строительство. Именно направление. Следите ли вы за ходом строительства жилья в Смолевичах для Минчан, в так называемом городе-спутнике? Вообще-то это как бы не наша, так сказать, прямая обязанность. Наше дело было подготовить базу нормативную для того, чтобы этот дом стартовал. Но самое главное, как бы не дом в Смолевичах ради дома, а в принципе посыл о том, что и в Смолевичах можно создать городские условия, которые существуют в Минске. Поэтому там дом не ради дома, а дом ради, первое, что его запустили как пилотный проект, чтобы посмотреть на реакцию Минчан, захотят ли они вообще ехать в Смолевичах. И как? Захотели. Значит, предложение превысило на эти квартиры то, что мы смогли дать. И поэтому в развитии этого указа, который мы подготовили на этот один дом, был подготовлен указ о таком же подходе принципиальном ко всем городам-спутникам. И сейчас в Смолевичах активно застраиваются первых два квартала. Мы рассчитываем, что, возможно, уже в конце этого года, но может быть весной следующего, мы уже будем предъявлять готовый населенный пункт. Но там должно быть еще готово не только жилье, там инфраструктура, школы, детские сады, поликлиники, плюс возможность у этих людей, которые там будут проживать, добраться транспортом до города. Достаточно долго просто мы уже ведем разговоры об этих городах-спутниках, да, и достаточно долго ведем разговоры о том, что ну вот уже в Минске, но заканчивается место, а все не заканчивается. Нет, ну в Минске сейчас будет другой подход, то есть будет застройка на уплотнениях, то есть будет сноситься ветхое жилье, и на нем будет строиться. Но, конечно, таких объемов и масштабов, например, как Каменная горка или те же Брелевичи, или Масюковщина, их уже не будет. Это надо понимать. А что в ближайших планах? Вот я так понимаю, сейчас Грушевку застроят? В ближайшие планы там таких амбициозных застроек уже не будет. Вот будет то, что начато достраиваться, плюс будет вдоль улицы Орловской развитие эти города, то есть там будет частичный снос частных вот этих застроек. Велась речь на совещании у президента о том, чтобы в долевом строительстве сократить рентабельность до 5%. Расскажите, вот проект этого указа, где он сейчас? Проект этого указа сейчас находится на согласовании, он готов, ну практически согласован, там последние штрихи устраняются. Я думаю, что он в ближайшее время будет уже внесен на подпись «Лове государства». Принципиально подходы там все одобрены, как бы. Он направлен на то, чтобы защитить максимально наших граждан при строительстве. То есть если компания хочет привлекать средства граждан на этапе строительства, значит, у нее ограничения есть. Если она строит за свои деньги, она строит готовую квартиру, потом продает ее как бы с аукциона, никаких тут противоречий нет. А здесь только речь о защите или же все-таки о сдерживании стоимости квадрата? Ну и в том числе, у нас, во-первых, сейчас стоимость квадрата, то, что для нуждающихся, понятно, мы ее контролируем, то, что для ненуждающихся граждан в свободной продаже, там рынок, как ни крути, как бы рынок есть. Он есть, и больше, чем человек может потратить, ну, мы же видим сами, что цена примерно она стоит. А то, что там 5%, ну, это еще одна такая планка, чтобы размеряли свои, скажем так, желания застройщики некоторые. Скоро ввод в эксплуатацию белорусской атомной электростанции наверняка изменит подходы и в строительстве. Расскажите, как будете трансформироваться? Мы приступили уже практически к реализации проектов по строительству жилья с энергетикой полной. Таких домов уже несколько построено, и в этом году будет строиться, то есть эта тема набирает обороты. Но она тоже требует обкатку. А это дороже или дешевле? Значит, ну, по расчетам, теоретическим, еще раз как бы подчеркиваю, да, она паритетна. Но все покажет практика. Потом будем еще, возможно, регулировать. Пока разработаны типовые альбомы, которые применяют проектные организации. Сейчас самая главная задача вот обкатать максимально, какая схема наиболее оптимальная. Надо просто, чтобы люди сами увидели, что это им выгодно. Наши граждане забудут, что такое отключение горячей воды в этом доме. То есть там, в принципе, его не будет, потому что нет никакого регламента по замене и ремонту тепловых сетей. То есть их нет там. Там подходит только кабель. Плюс круглый год, независимо от погоды, от чего бы то ни было, человек сам принимает решение, когда ему включать отопление. То есть там нет такого, что вышло распоряжение, и включаем всем 5 октября. Он может и летом включить, если ему будет холодно. Мы считаем, что это очень большой плюс. То, что касается экономичности, ну, время покажет. В любом случае, мы будем предпринимать все шаги для того, чтобы вот этот паритет был, у человека был выбор. Что ж, Дмитрий Михайлович, большое вам спасибо за интервью. И вам спасибо. Что ж, уверена, по достоинству оценить все плюсы электрифицированного дома нам еще только предстоит. Здесь мы в начале пути. Чего не скажешь об электромобилях. Транспорт на электрической тяге новинкой точно не назовешь. Вот, к примеру, на неделе поздравления принимали в Tesla Motors. Им первым в мире удалось собрать миллион автомобилей с полностью электрическими силовыми установками. Правда, у нас в стране электрокар скорее гость, чем коренной жители, причина проста – дорого. Но теперь впору добавлять – было дорого. Президент подписал указ о поддержке развития электротранспорта. В документе все самые передовые меры, которые внедрены в странах, где во главу угла ставится экология и безопасность. Не без экономики, конечно, но в самом деле не ей же единой. Итак, что предусматривает указ? Владельцы электрокаров освобождаются от уплаты пошлины на допуск участия в дорожном движении. При ввозе автомобиля на электрической тяге ставка налога на добавленную стоимость составит 0%. От НДС также освобождаются зарядные станции. А вот земельные участки для их строительства будут даваться в аренду бесплатно. Ну и плата за парковку электромобилей в оборудованных местах не будет взыматься в течение ближайших пяти лет. Сложно удержаться от любимого риторического вопроса Илону Маску, но я очень постараюсь. Тем более, что дальше в эфире сюжет Кристины Федорович. Так пересаживаться или нет на электромобиле. А давайте посмотрим. Движение – это жизнь. А жизнь – это сплошные движения. Незаменимый помощник в тех самых передвижениях это автомобиль. Кстати, в конце 2018 года в частной собственности белорусов насчитывалось около 3 миллионов легковых автомобилей. То есть путем несложных математических подсчетов выходит, что на тысячу белорусов приходится около 320 автомобилей. За 14 лет эта цифра увеличилась вдвое. Но долой числа, когда в спину дышат конкуренты электрокары. Этот вид транспорта первое время воспринимали как экзотика из-за неразвитой инфраструктуры. Но теперь вдумайтесь, в Беларуси зарегистрировано порядка 350 электромобилей. И практически столько же в стране зарядок для них. Но давайте разбираться по порядку. Везде ли дают дорогу зеленому транспорту? Сейчас показывают на табло 88 километров. Это на остаточном заряде, сколько можно проехать при стиле езды, который был на последнем использовании заряда. Руслан уже шестой год не разлучен с этой машиной. Бесшумная, экономичная, экологичная. Обошлась в 28 тысяч рублей. Мужчин успел наездить 120 тысяч километров. И то поездки исключительно по городу. Да и в семье это не единственное зеленое авто. Километр завести одного ребенка в школу, еще километр еще ребенка в садик, еще километр вернуться домой. То же самое повторить вечером. Плюс возить ребенка на плавание, плюс какой-то супермаркет. То есть 20 километров в день. Это у нас стандартный день. На одном заряде он приезжает порядка 120 километров сейчас. Это хватает, если школа, садик, магазин примерно на 5 дней. Такой же стаж вождения электромобиля и у автоледи Ольги. Она одна из первых в Беларуси пересела на экологически чистый вид транспорта. Ровно так же, как мы с вами на ночь ставим на зарядку смартфон, у Ольги вошло в привычку ставить на зарядку и машину. А если вдруг придется подкрепиться электричеством среди бела дня, не беда. Вот это быстрая зарядка. Это минут 20 она зарядится. И примерно около 100 километров я могу проехать. Я живу в частном доме, поэтому я заряжаю у себя в гараже каждый вечер. Ну, на ночь приезжаю вечером, оставляю машину, утром села, поехала, никаких проблем. В городе редко. Ну, я обычно стараюсь так свой день планировать, чтобы мне хватило моего заряда на день. На этой машине можно доехать до Вильнюса. Есть заправки по дороге. Очень удобно, не надо никаких масла менять, там, чего-то записывать, что-то это, да. Всем поехал, и все, никаких, да, очень удобно. И не перепутаешь дизель с бензином, если вдруг. И вправду, бонусов при управлении электрокаром много. Но с этой недели стало еще больше. Самый главный вопрос – покупка машины. Ведь как было раньше, предположим, вы приобретаете электромобиль. Считаем. Основная цена, плюс при растаможке нужно было перевести два основных платежа. Пошлину – 18% и НДС – 20%. Но подписанный президентом указ о стимулировании использования электротранспорта явно обрадовал водителей. Что изменилось? Не нужно платить дорожный сбор. Нулевая ставка НДС, как при покупке таких машин, так и при создании инфраструктуры. Плюс до 26-го года не нужно платить рублем за парковку в специально оборудованных местах. Но речь не идет о торговых центрах. А что же касается отмены таможенной пошлины, о которой так много все говорили. Пока окончательное решение не принято. К сожалению, освобождение от таможенной пошлины – это наднациональное решение в рамках нашего Евразийского союза. Но и там уже работа проведена, подготовлено соответствующее решение. Мы надеемся, что оно тоже пройдет, и таможенная пошлина будет отменена в рамках уже всего нашего таможенного союза. Примерно, значит, процент льготы – это около 30%, это достаточно ощутимая величина. Нас надо стимулировать всех тех, кто уже захочет поставить возле себя, возле кафе, возле гостиниц свои электрозаправки. При этом указ такой внедрен в него метод стимулирующий, что если ты задумался поставить, то ставь как можно быстрее. Потому что через год, каждый последующий год, меры стимулирования будут уменьшаться. То есть, например, в этом году можно получить 100% инвестиционный вычет, в следующем году уже 80% от этой меры, а уже в 25-м году всего 30%. Подписанные указы вправду экономят бюджет. К примеру, мы выбрали Nissan Leaf 2014 года за 28 тысяч рублей. Теперь считаем. Добавляем к сумме таможенную пошлину – 5 тысяч рублей. Выходит 33 тысячи, а НДС – 5600. Отныне остается в кошельке. И возьмем для сравнения Tesla 2013 года. Цена в объявлении – 84 тысячи рублей. Итого экономим почти 17 тысяч. Выгода налицо. Спрос на электрокары должен возрасти в геометрической прогрессе. Именно такая тенденция наблюдается сегодня во всем мире. В Норвегии практически половина авторынка – зеленые машины. Я думаю, что значительно повлияет, потому что схожая ситуация была на Украине, где отменили пошлины все на электрокары. И сразу же произошел взрывной рост продаж электромобилей. Сейчас на Украине, насколько я знаю, порядка уже 30 тысяч электромобилей. Артур – один из первых тесловодов у нас в стране. В прошлом году машину этой марки приобрели 20 человек. Электричество в любом случае, даже если на данный момент все зарядные станции бесплатные, то есть вы вообще можете заряжаться и ездить на своем электромобиле бесплатно. Но даже когда они станут платными, электричество все равно порядка в 10 раз дешевле, чем бензин. То есть это все равно будут несопоставимые расходы. На данный момент инфраструктура даже опережает рост количества электромобилей. Если этот рост начнется, то важно следить, чтобы эти две вещи шли параллельно. Спросы у белорусов на такие машины изучил и завод Белджи. На неделю презентовали электрокар, правда, собранный в Китае. Пока отечественного производства эко-машин нет, но здесь упор на слово «пока». Четыре привезенных авто в ближайшее время ждут проверка на белорусский климат и в целом на наше дорожное движение. А дабы организовать производство, нужен спрос. Минимум 5 тысяч машин в год. Электромобили – это очень много активных систем безопасности. Если вы пересекаете сплошную полосу, автомобиль предупреждает, не надо этого делать. Он сам читает дорожные знаки и рекомендует вам, как вам нужно ехать. Мы завезли эти автомобили компании «Джили». То есть это самые последние модели, которые разработаны в компании «Джили». Для того, чтобы всесторонне их испытать в условиях белорусского рынка. Где-то порядка 30 тысяч долларов. Средняя цена по китайскому рынку сегодня для таких моделей. Выходит, что за рулем электрокара думать о каких-либо поломках не приходится. Поэтому единственное электро СТО в Беларуси при 350 машинах. Особо не загружено. К слову, совсем. Владелец станции Вадим на «Т» знаком с зелеными машинами. В автопарке таких три. Даже в моей ситуации, когда мы имеем СТО, мы не можем обеспечить нормальный доход на ремонте электромобилей. Это даже не связано с тем количеством электромобилей, которые в Беларуси. Просто в реальности они мало ломаются. В плане обслуживания, в плане содержания электромобиля это никак не соизмеримо даже близко самым не ломающимся автомобилям. Здесь есть только мотор впереди, мотор сзади, батарейка, два компьютера. Все. Тем не менее, как бы мы не считали материальную выгоду от нового указа, главный критерий – это экологичность. Вы, наверное, и не задумывались, но 60% вредных выбросов у нашей страны – это далеко не из-за промышленных гигантов. Доля выбросов загрязняющих веществ от транспорта в стране составляет более 60% в общем валовом выбросе загрязняющих веществ. В городе Минске – 88%. Для сравнения можем предоставить данные Евросоюза, где эта цифра составляет 20%. Поэтому нам, безусловно, есть к чему стремиться. В мире тренд на экологичность. Так, Швеция к 1945 году хочет сократить выбросы СО2 до нуля. То есть к этому времени бензиновые и дизельные авто – долой. И, кстати, в Швеции даже открыли первую дорогу, которая заряжает электрокары на ходу. Но в Белоруссии проблем с количеством зарядных станций нет, их 250, что позволяет обслуживать 9000 авто. Цифра к 2021 году – 630 станций. Бельная зарядная станция – это 8-9 часов. Быстрая зарядная станция, если это станция 50 кВт, за полчаса – это 100 км. Зарядная станция супербыстрая, позволяет за 4 минуты зарядить электромобиль на 200 км. Сегодня в нашей сети мощная зарядная станция устанавливается на магистралях. В 2019 году мощность зарядных станций на магистралях была 120 кВт. В этом году это будет уже 150-180 кВт. Ну и по нарастающим. Буквально за 3 года стоимость зарядных станций упала в 3 раза. Сегодня одна зарядная станция стоит ориентировочно где-то 15-19 тысяч долларов. Что говорить о количестве и мощности, когда некоторые владельцы бензиновых и дизельных все эти цифры в миг перечеркивают. Мы решили провести небольшой эксперимент. Представим, что наша съемочная группа передвигается на электрокаре. Нам нужно срочно подзарядиться. Попробуем это сделать на близлежащих зарядных станциях. Здесь выделено 7 машиномес для зарядки электрокаров. Но, как мы видим, обычные авто стоят. Поэтому зарядиться у нас бы не вышло. По улице Энгельса тоже у нас есть 2 зарядные станции. Но, к сожалению, к ним не подъехать. Да и там, собственно, электрокары и не стоят. Итог неутешителен. Так до места назначения мы бы и не добрались. На законодательном уровне кто прав, а кто виноват, здесь и сказать нечего. Зато вчера утром уже до вокзала настоящая зарядная раздуль. Ведь впереди автопробег. Галопом по Европам. Ну, почти путь назначения Брест. И розетка. Боль владельцев электроавтомобилей. Потому что, к сожалению, да, не все люди понимают, что не стоит ставить, что приезжаешь. И надо подзарядиться. Хочется поставить без проблем автомобиль на зарядку. Но, слава богу, ну не все. Но кто-то свои номера пишет. Да, можно позвонить, попросить отогнать. Как будет здорово, когда у всех на крыше будут стоять, допустим, какие-то электрические батареи. Да, потом политика государства, атомная электростанция, все мы про это знаем. Поэтому, ну, очень просто рассчитать и предположить, что будет дальше. Наверное, дальше будет вот такая ситуация, когда будут колонки. И негде зарядиться будет, потому что очень много будет электромобилей. А их уже достаточно много. Так вот, вернемся к первоначальному вопросу. Быть или не быть, электрокаром уже светит даже не желтый сигнал светофора, а скорее зеленый, ведь зеленому авто исключительно зеленый свет. А это значит, что то самое будущее, о котором все мы любим говорить и рассуждать, уже рядом, на наших дорогах. Кристина Федоровича, Оксана Симашко, Максим Гурбовича, Андрей Иваненко. Неделя СТВ. А сейчас к теме, которой очень бы хотелось, чтобы не было. Уверена, далеко не только у меня такое желание, но что есть, то есть. Коронавирус. В Китае удалось взять ситуацию под контроль. К сожалению, пока нельзя сказать того же самого о европейском континенте, где последние дни регистрируется стремительный рост числа заболевших. Вообще, во многих странах сейчас непросто. В связи с этим на самых разных уровнях звучат заявления, принимаются решения. Контролировать ситуацию, помогая нуждающимся, но не нагнетая обстановку. Пожалуй, вот так, если кратко, можно охарактеризовать задачу, поставленную президентом в связи с коронавирусом. На неделе на самом высоком уровне она теми или иными словами прозвучала дважды в разные дни на встречах с министрами, от которых напрямую зависит наша с вами безопасность. Конечно, во время докладов министра здравоохранения и министра внутренних дел речь шла далеко не только о коронавирусе. Поскольку локальную задачу всегда можно решить, если система рабочая и управляемая. Как раз добиться управляемости – это требование президента, которое он поставил перед Владимиром Каранником, назначая его на должность министра здравоохранения. Но это в целом, а в частности было прямое поручение разобраться с закупками медоборудования и лекарств. И, судя по оценке президента, предпринятые меры доказали свою эффективность. Управляемость всегда показывает себя, является лакмусовой бумажкой в каких-то неординарных случаях, вот как сейчас. Есть, неплохо работает, конечно, система здравоохранения в стране, и врачи молодцы. Косяки есть, мы о них поговорим, что тут говорить. И хуже того, что они, если есть небольшие, то чисто субъективного характера. Ну, это значит, в наших силах избегать их. Не безнедостатковая система органов внутренних дел, но в целом также характеризуется стабильной работой. Именно на милицию президент делает ставку в обеспечении стабильности внутри государства, о чем Александр Лукашенко и сказал министру Юрию Караеву. Нам надо подальше смотреть, чтобы у нас было стабильное общество при всех вот этих дрязгах с вирусами, мировая экономика, это же рушится. Это все оказывает влияние на людей. Поэтому нам надо ухо держать во строй, желающих изнутри нас подорвать не уменьшается. И, к сожалению, большинство тех, кто изъявляет такие желания, это так называемые наши граждане. Их трудно даже гражданами назвать. У них все плохо. Им бы вот в чем-нибудь подковырнуть власть и так далее, и разобщить общество, сделать хуже. Они используют любой момент. Поэтому милиции я лично отвожу очень большое место в обеспечении стабильности нашему обществу. И все же распространение коронавируса последние недели настолько владеет нашими с вами умами, что обойти ее в обоих разговорах было никак нельзя. Тем более, что действительно многое зависит от того, как сработают и медики, и милиционеры. Многое, конечно, зависит от дальнейшей слаженной работы профессионалов. Многое, но не все. Мой любимый человеческий фактор. Им, если постараться, можно объяснить, например, бесконечное обновление новостных сайтов в поисках информации о количестве заболевших, что неизбежно приводит к приступам паники разной степени тяжести. Или желание бежать в аптеки и скупать маски. И даже гневные комментарии в соцсетях о якобы недостаточности, принимаемых в стране мер. Все ок, имеете право. Вопрос в другом. На что рассчитано все это? Хайпуем? С чего вдруг? Конечно, это талант – уметь продать, разрекламировать себя на информационной волне. Но ведь здравый смысл никто еще не отменял. Тем более, уже не единожды в стране подчеркивалось – вся информация по коронавирусу доступна для населения. Официальная информация. А вот стоит ли верить вбросом – это уже вопрос риторический. Пока мы заботимся о своем здоровье и здоровье наших близких, переживаем и волнуемся. Кто-то на наших чувствах и эмоциях делает себе пиар. Тему продолжит Алена Сырова. Обвал цен на нефть, колебания на фондовых биржах и коронавирус, наконец, экспертам в соцсетях на этой неделе было совсем непросто. Приходится молниеносно переквалифицироваться из финансистов и политологов в эпидемиологов. Шутка ли, ВОЗ объявил пандемию. А люди с активной гражданской позицией, широким кругозором от квантовой физики до педагогики и своим драгоценным мнением по любому поводу рискуют остаться неуслышанными. Сотни нет, тысячи блогеров и просто пользователей, проштудировав Гугл, послушав знакомую знакомых, знакомая которых работает в клинике, решают выйти на тропу войны с вирусом и бездействием Минздрава. По их мнению, наши врачи же сидят без дела, а если нет, то работают недостаточно активно. Не обо всем рассказывают. Минздрав, который с момента появления нулевого пациента в нашей стране по нескольку раз в день информирует всех о развитии событий с коронавирусом. Минздрав, который каждый день напоминает о правилах защиты, распространяя информацию в самых разных СМИ. Так почему бы просто не довериться профессионалам, которые изначально лучше, чем мы, разбираются в этих вопросах? Ситуация с коронавирусной инфекцией у нас есть план А, план Б, план С и план Д. В зависимости от того, как будет развиваться ситуация. Мы пока еще находимся на плане А. У нас ресурсов достаточно. И наши меры ограничительны, направлены на то, чтобы не было кластерной заболеваемости, когда нагрузка будет меньше расчетной. Если это будут единичные, спорадические случаи, либо как бы небольшие группы, то ресурсов здесь более достаточные. Мы гораздо лучше готовы, чем даже это было 5-6 лет назад. Здесь одних аппаратов ИВЛ по республике более 2000. А если еще добавить нарухозное дыхательное оборудование, которое может тоже использовать ИВЛ, это еще полторы тысячи. Мы ввели санитарный контроль на границах, ограничили проведение массовых мероприятий. По всей стране в местах массового скопления людей развешены дезинфекторы, проходит обработку общественный транспорт. В общем, проводятся все необходимые на данный момент мероприятия. И их достаточно. Если не верите нашим специалистам, то вот мнение представителя Всемирной организации здравоохранения. Инфекция находится под полным контролем. И все контакты прослежены. То есть система может отследить, откуда пришел вирус и куда он делся. Поэтому страна находится в той категории стран, где нет признаков местной передачи инфекции. И поэтому какие-то очень жесткие меры ограничительного характера на этой стадии не рекомендуется просто потому, что польза от них не превышает возможные последствия. И все бы ничего, были бы мы спокойны, но соседние страны закрыли границы. Возникает вопрос, а мы что, хуже? Подождите. Литва, Латвия, Польша, напоминаю, члены Евросоюза и Шенгенской зоны. Между ними нет границ. А значит, граждане могут спокойно перемещаться между всеми 26 странами-участницами соглашения. Еще раз, без такой меры, например, зараженный итальянец может беспрепятственно приехать в Германию. Собственно, так и распространился вирус по Европе. Потому понятно желание закрыть границы в рамках ЕС. Скажете, но ведь Украина тоже ограничила въезд? Да, но как и остальные, только для иностранных граждан. И это логично, своих-то как домой не пустить? Не во всех странах Европейского региона, особенно Западной Европы, сохранилась служба санитарно-эпидемиологического надзора. То есть у них нет возможности выявлять и отслеживать контакты первого уровня всех заболевших, так как это рекомендуется необходимо для сдерживания эпидемии. В Беларуси такая система сохранилась и достаточно хорошо функционирует. Поэтому меры, которые принимаются в Беларуси, они во многом соответствуют рекомендациям, соответствующим риску распространения инфекции. Другой вопрос в том, что далеко не все говорят правду. Некоторые утаивают свои маршруты. Пациент, который был выявлен, который был госпитализирован в понедельник в Минске с пневмонией, в не очень хорошем состоянии, скажем, в состоянии средней степени тяжести, он скрыл и от нас, и от сотрудников ЛАДЭ, о том, что он находился в Северной Италии, потому что прилетел он рейсом из Бюнхена. И, соответственно, у нас есть определенные, как мы видим, красные точки, это красные флажки, которые мы поставили для того, чтобы не пропустить случай инфекции. Все пневмонии средней степени тяжести и пневмонии тяжелого течения обязательно типируются на наличие коронавируса. Неважно, был человек, говорит он, что был, или говорит, что не был за границей, мы типируем всех. И вот во вторник пришел положительный тест. Кстати, помните иранца нашего нулевого пациента? Он тоже, попав на карантин, стал блогером, лидером мнений, подробно делился происходящим в стенах инфекционки. И после того, как выздоровел, вот что говорит. Врачи хорошо знают свою работу. У них уже есть опыт, и они в полной готовности. На своем примере я увидел, что страна была готова к коронавирусу. Когда меня забрали, в течение суток или двух взяли под наблюдение еще около 270 человек. Это много. Для этого нужны специалисты, машины, места. И это все было. Кстати, в той ситуации студентов БНТУ перевели на дистанционное обучение, устроили карантин. На их примере заодно и посмотрели, как могут развиваться события, если попросить белорусов самоизолироваться. Что получили? Большинство из ребят разъехались по стране к мамам, папам, бабушкам и дедушкам. А между тем, именно эта часть населения, пожилые люди, нуждается в наибольшей защите. Им вовсе не стоит контактировать с потенциальными переносчиками любых инфекций. Все это ослабляет иммунитет. Даже учитывая этот факт, эксперты из соцсетей и интернет-сообщества предлагают закрыть школы и отправить на карантин детей, которые не находятся в зоне риска по заражению вирусом, но, напоминаю, могут его переносить. С высокой долей вероятности вы призовете на помощь, правильно, бабушек и дедушек. Паника ничего хорошего не приносит. По-моему, ни в каких ситуациях, даже в ситуации с коронавирусом. Надо просто быть внимательным к себе в этой ситуации. Ну, как обычно, при вирусной инфекции нужно просто беречься. Но не до паники, это точно. Вообще вся эта история с коронавирусом превращается в какое-то реалити-шоу, где блогеры в разных точках мира один за одним анализируют ситуацию, высказывают свое мнение, стримят на фоне пустых полок в магазинах изолированных стран. А мы, благодарные зрители, отрываемся от экранов только на дезинфектор и мытье рук. Хорошо хоть появилась такая привычка. Так вот, глядя на это безумие, трудно самим не поддаться панике. А если к заграничным стримам прибавить видео и фото доверху заполненных тележек из белорусских магазинов, совсем дурно становится. Да, в принципе, ничего не думаю. Спокойно себя чувствуем, да и все. Ну, считаем, что мы немножко, возможно, надуманы и нет еще такого ужаса большого стей. Ну, проблемы больше нет. Вообще, исходя из сегодняшней ситуации с коронавирусом в нашей стране, становится понятно. Если уж каких мер и не хватает, так это штрафов за панику. Мы смотрим на других, которые закрывают границы, просят жителей быть дома и для уверенности, что граждане не ослушаются, ввели дополнительные стимулы. В Сингапуре, например, режим самоизоляции. Если человек находится вне дома, предусмотрены штрафы до 10 тысяч долларов и тюремные сроки до полугода. В Израиле нарушение карантина чревато сроком до 7 лет, а в Украине уже привлекли к ответственности женщину за распространение фейковой информации о коронавирусе. В общем, очевидно, что страшнее самой болезни паника и фейки, которые распространяются быстрее самого вируса. И эту пандемию ложной информацией под силу остановить каждому из нас. Алена Сырова, Неделя СТВ. И что считаю важным добавить? О мытье рук правильном, подчеркиваю, правильном чихании, кашле и ношении масок говорим постоянно. И очень хочется верить, что вы не только слышите, но и выполняете эти рекомендации. Кроме того, теперь уже точно понятно, что зарубежные поездки нужно сократить до минимума. И лучше по возможности избегать мест с большим количеством людей. И еще личная бдительность. Если недавно вы приехали из страны, где коронавирус распространился достаточно сильно, уверена, вы все знаете, что это за государство, а если нет, посмотрите в интернете. Для начала сделайте тест. Причем желательно на границе или в аэропорту, ни в коем случае не скрывая, где побывали. И после ограничите контакты в среднем на две недели. А если почувствовали недомогание, вызывайте скорую. Не надо принимать никаких других решений, думая, что само пройдет. Не надо идти на работу. Не надо идти в спортзал, театр или супермаркет. Не надо идти в поликлинику. Вообще никуда не нужно идти. Вызывайте скорую. И обязательно предупредите, что приехали из эпидемически неблагополучного региона. Это и есть алгоритм безопасности. Соблюсти который может каждый. И тем самым значительно снизить шансы заразиться самому и заразить других. Давайте будем взаимовежливы. Пришло время прерваться на рекламу. Впереди много интересного и важного. Давайте проводим уходящую неделю вместе. Это СТВ, это программа недели. Это Юлия Огнева и снова о главном. Сегодня отмечаем День Конституции. Основной закон нашей страны был принят 15 марта 1994 года. Изменения и дополнения в него вносились после республиканских референдумов в 1996 и 2004 годах. С праздником нас поздравил глава государства. Соблюдая нормы основного закона, мы обеспечиваем слаженную и эффективную работу всех ветвей власти. Согласие в обществе, построение конкурентоспособной экономики, проведение эффективной социальной политики, направленной на создание благоприятных условий для достойного развития каждого человека. Говорится в поздравлении. И пусть сам праздник мы отмечаем 15 марта. Торжественное мероприятие, ему посвященное по традиции, проходит всю предшествующую неделю. Высокопоставленные люди нашей страны вручают паспорта 14-летним гражданам. Во Дворце независимости главный документ гражданина получили 25 юношей и девушек из разных регионов. Глава государства лично вручил им паспорта. Вместе с книгой «Я, гражданин Республики Беларусь» наборами сладостей, а также напутственными словами. Тему паспорт, главный документ мы еще раскроем, обязательно дождитесь. Возможно, вы не все знаете о правах и обязанностях, которые наступают вместе с получением воспетого Маяковским дубликата бесценного груза. А прямо сейчас давайте вспомним первые результаты переписи населения 2019. Нас почти 9,5 миллионов. В городах живет более 7 миллионов человек. И тенденция не в пользу сельской жизни, количество сельчан неуклонно уменьшается. Если рассмотреть ситуацию в разрезе регионов, то наибольшее количество сельских жителей в Минской области. Наименьшее в Могилевской. Но, пусть исключения, но они все-таки есть. Есть те, кто с радостью отказался от жизни в городе в пользу пасторалей. И не жалеет об этом. Кому на селе жить хорошо? Ответ искала Ирина Недобоева. Детский сад и школа для детей, работа для родителей, дом и подъемная на первое время. Согласитесь, заманчивое предложение. Но есть одно но. Предложение действует только для тех, кто готов рискнуть сменить городскую прописку на сельскую. Оказалось, желающие есть и их немало. А это малютка. Мы ее назвали малюткой. Мы ее взяли совсем маленькую. Ей месяц был. Такая маленькая телочка была. Она больше всех коров. А имя у нее малюточка. Она родилась на мое день рождения в том году. Вот ей год. Это вот наши с мужем, это, можно сказать, наши дети. Мы каждого теленочка выхаживали, сами носили. Это уже все. Мы к ним относимся. Это члены семьи. Это члены нашей семьи. Все наши коровы. Вот. Валентина Евмененко с улыбкой вспоминает, как начиналась их с мужем деревенская история. Нежданно и негаданно редкие поездки в родительский дом в деревеньку Заельник на краю Могилевской области переросли в ПМЖ. Изначально мы сюда поехали, там, ну, себе немножко грядку картошки посадили, две свинки там, ну, попросила мужа, он мне подарил на годовщину свадьбу. Потом еще и на день рождения додарил. Вот с них все и началось. И как бы они начали у нас плодиться, и мы уже решили так сюда перебраться. Во-первых, понравилось. Во-первых, понравилось. Сам себе, сам себе хозяин. Супруги Павел и Валентина сменили городскую прописку на сельскую не забавы ради и ехали в Заельник совсем не отдыхать. В родном Бобруйске и работа была и жилье, но Евмененко захотели работать на себя, что называется не в тягость, а в радость. Желание есть, как бы умение работать на земле. То есть вы сами видели, у нас там вроде бы везде порядок. С детства у бабушек когда-то работал. Ну и нравится почему-то, не знаю. Генетика, наверное, заложена. Мы белорусы такие. Другие, наверное, наоборот хотят. Пускай дети едут в город меньше трудиться. У меня немножко другое, чтобы дети как бы к земле ближе. У нас они здоровые, крепкие. За эти годы развели большое хозяйство. 12 коров под сотню птицы. И вот уже они, коренные бобруйчане, угощают соседей молоком, сметаной да сыром. Это теперь у них, сельчанам, впору поучиться трудолюбию и работе на земле. С весны до поздней осени подъем в 4.20. Утренняя дойка. Потом развоз молочки по окрестным селам, готовка, огород, вечерняя дойка, отбой. И так по кругу. Зимой признаются проще. Ни грядок тебе, ни закаток. Но тем не менее, каждый день, проведенный в деревне, в труде и заботах, супругам в радость. И о городской суете даже слышать не хотят. Вас сейчас чем-нибудь приманишь обратно в город жить? Нет, в город мне ничем не приманишь. Я, как бы, и работа была у меня интересная. Ну, здесь мне интереснее. Мне больше нравится село. Мне уже в город не хочется. Знаете, сейчас меня горе утомляет. Мы привозим молоко, вот полдня там побудешь и приходишь уже весь такой никакой из города. Приезжаешь разбитый эмоционально. Просто как-то, как будто город всю энергию из тебя высосал и все. Приезжаешь, так и разбитый. Здесь хорошо. Здесь воздух свежий. Душой отдыхаешь. Сейчас у супругов 20 гектаров земли. Но на этом решили не останавливаться. Замахнулись на полноценное фермерство. И планы грандиозные. Хочу увеличить поголовье, ну, изначально сейчас хотя бы до 30 голов. Чтобы, ну, я знала, за что я работаю, что у меня какой-то доход уже будет более-менее, ну, достаточно получаться. И помощь от государства не заставила себя долго ждать. В Беларуси действует программа судзащиты и содействия занятости населения. По ней Евмененко получит неплохие подъемные для развития сельского бизнеса. Уже присмотрели здание старенькой фермы неподалеку. Хотел как бы здесь навести порядок, вот, подремонтировать, чтобы было хорошо, красиво здесь. И приносило пользу, и доход. Пока малышня в саду и школе, у Григорьевых кипит работа. С ветерком на скутере Олег и Вероника мчат на ферму. Животновод и наладчик оборудования агрогородка Каменище. Осиповичского района еще совсем недавно и не заглядывались на сельские перспективы. Мы просто посмотрели, нам посоветовали. Я вот уже даже не помню, кто посоветовал. Просто переселиться мы сюда однозначно хотели в деревне. Программа эта еще в какой-то степени ускорила это, узнавшись. Мы буквально за два месяца собрались и переселились. Не остановили вчерашних горожан даже трое малышей на руках. Двое дошколят, Полина и Женя и новорожденный Никита. В городе семья ютилась в маленькой съемной квартире, да и работы постоянной не было. Сразу, честно, да, было страшно. Куда пойдут дети, где будем жить, как отнесутся люди к тому, что мы городские, приехали в сельскую местность. Но люди отнеслись с пониманием. Где-то кто-то помог, посоветовал, подсказал. В принципе, все хорошо теперь. Сейчас старшие девчонки ходят в местную школу, а Никита в садик. Я когда переезжала, я очень сильно волновалась, примет меня в эту школу или нет. Я себе тут очень много друзей нашла. Сельская школа – это большая дружная семья. Девочки быстро влились, им здесь нравится, а это самое главное. В Каменичах есть все условия для жизни. Здесь тебе и учеба, и работа, и за медицинской помощью ехать никуда не надо. В агрогородке есть свой ФАП. Все-таки жизнь в деревне имеет свои плюсы. Это вот эта вот сплоченность, это маленькая страна внутри большого государства. Здесь есть и социальное обслуживание, школа, детский сад, медицинское обслуживание. Прожив в Каменичах почти два года, Григорьевы с уверенностью говорят, смысл в переезде был, и господдержка сыграла не последнюю роль. Пять в одном. Это и рядом школа, садик, и фельдшер, который знает нашу всю семью. Ну и плюс к этому еще и бонусы, потому что давали подъемное переселение, на которое я мог сделать какой-то никакой, но ремонт. С помощью этой программы, я так думаю, что, наверное, семьи, такие как мы, к примеру, она деревня, может, в какой-то степени оживает, потому что приезжают молодые, перспективные. Для нас очень важно, чтобы семья адаптировалась в данном сельскохозяйственном предприятии, в нашем районе. Мы оказываем всякое содействие, чтобы они здесь оставались, и, соответственно, все услуги по переселению мы им возмещаем. А также это очень хорошее подспорье для сельскохозяйственных организаций. Закрываются рабочие места, вакансии. Государственная программа социальной защиты и содействия занятости населения работает в Беларуси с 2016 года. Это хорошая возможность найти работу тем, кто в ней нуждается, в любой сельской точке Беларуси. При переселении семья получает подъемное в размере девяти бюджетов прожиточного минимума. Плюс компенсируются расходы на переезд и на приобретение необходимых вещей для обустройства на новом месте. Такая мироактивная политика занятости, как переселение, она предусмотрена государственной программой. О социальной защите и содействии занятости населения. И это не просто, как говорится, все голословно. Эта программа работает. За последние четыре года нами переселено 68 семей. Ну, согласитесь, это совсем немало. В 2019 году 17 семей. Обязательное условие для таких переселенцев – год жизни и работы в деревне. Но большинство остается здесь на ПМЖ. А значит, будущее у белорусской деревни есть. Ирина Недобоева и Василий Лосенков на неделе познакомились с теми, кто рискнул сменить городскую прописку на сельскую. И возвращаемся к празднику. Напомню, сегодня день Конституции. Всю неделю высокие должностные лица страны в торжественной обстановке вручали паспорта отличившимся 14-летним гражданам. Правда, ради стоит сказать, что нынешнего подростка паспортом не удивишь. Практически все они имеют главный документ чуть ли не с младенчества. Если внутри страны без него можно и обойтись, то для выезда за рубеж он должен быть обязательно. А что же тогда происходит в 14 лет? А в этом возрасте речь об обязательном получении паспорта. Кстати, еще 8 лет назад эта обязанность наступала двумя годами позже – в 16. Мой коллега Александр Добрьян подростком был достаточно давно, как, впрочем, и я. Потому мы и решили вспомнить, что же следует за обязательным получением главного документа гражданина. Именем принял монастыство. Прод именем Симон. У Полоцким Богоявлинским монастыры. На этой неделе даже любимый белорусский язык для восьмиклассницы Анны Буглак временно отошел на второй план. В ожидании торжественной церемонии получения паспорта все мысли волей-неволей о другом. Как изменится жизнь и что же это значит – получить главный в жизни документ. Придумать подпись – еще один квест. И отнестись к задаче нужно со всей ответственностью. Ближайшие 10 лет под всеми документами придется выводить именно те знаки, что окажутся в паспорте. Подпись для меня – это вельми важно. За основу я возьму свое прозвище, потому что это то, что отрознивает меня от инших людей. И я хочу, чтобы подпись был подобной до подпису моей матери, потому что у нее вельми каллиграфично выведены усилиторы. Я так само так хочу. Виза Ирины Литвиновой ежедневно заверяет десятки важнейших документов. Начальник управления по гражданству и миграции УВД Гомельского обл. исполкома признается – момент получения своего первого паспорта помнит, как будто это было вчера. Вот самое вот такое большое переживание, мое лично было, когда мне предложили перьевой ручкой расписаться в паспорте. Потому что меня предупредили, что это официальный документ. И вот та подпись, которая будет у тебя в паспорте, ею ты должна будешь подписывать свои документы, значимые в жизни. То есть вступление в брак, принятие какого-то наследства, другие какие-то юридические действия. И вот этот, я помню, в душе вот этот трепет, когда ты понимаешь, что ты уже делаешь осознанный выбор, что тебе вот ты подходишь со всей ответственностью. И что это накладывает, ты уже взрослеешь. Рождение нового паспорта окутано определенной тайной. Точнее, тайной служебной. Даже количество степеней защиты документа – служебная информация. Действующий образец паспорта в Беларуси утвержден ровно 10 лет назад. Привычная синяя обложка с гербом – 32 страницы. У меня в руках еще не паспорт, а лишь его заготовка. Сюда предстоит внести персональные данные гражданина и его фотографию. Такие бланки строгой отчетности печатаются для всей страны в одном месте – в городе Минске. В Беларуси паспорт выдается гражданам в любом возрасте, хоть в первые дни жизни. Но при достижении 14-летнего возраста получить паспорт – это уже обязанность гражданина. Кстати, с 14 лет белорусы получают паспорта совсем недавно. На два года возраст снизили из-за унификации норм в рамках таможенного союза. Но сути это не меняет. Еще можно вспомнить Экзипери, что быть гражданином – это чувствовать ответственность. Поэтому вот этот документ, который вручается гражданину Республики Беларусь, говорит о том, что возникает уже правовая ответственность между государством и лицом, который имеет этот документ. Не зря на самом документе, вот если мы откроем, здесь написано – владелец этого паспорта находится под защитой Республики Беларусь. Вот это одно из самых главных прав, которые дает нам этот документ. Традиции вручать накануне Дня Конституции первые паспорта лучшим из лучших в Беларуси уже полтора десятка лет. За это время акция «Мы граждане Беларуси» объединила более четырех тысяч юношей и девушек. С этого важного дела свою рабочую неделю начал глава государства Александр Лукашенко. Получить паспорт из рук президента страны во Дворец независимости в этом году со всех уголков страны приехали те, кто в свои юные годы уже успел отличиться в учебе, в спорте или в общественной жизни. Хочу сказать просто для всех, что вы представляете все наше государство. Здесь маленькие, уже после вручения паспорта вы будете не маленькими, а взрослыми. Но тем не менее вы еще малыши, вы будущее нашей страны, будущее нашей страны из всех областей, из всех регионов нашей компактной Беларуси. Я уверен, самые большие победы у вас еще впереди. При этом государство позаботилось, чтобы перед вами были открыты все дороги. И только отличные целеустремленности, упорство и трудолюбие зависят, каких высот вы и ваши сверстники сможете достичь в будущем. Идите вперед к выбранной цели, никогда не сдавайтесь. И самое главное, никогда ничего и никого не бойтесь. Верьте в себя. Верьте, что если вы идете вперед, вам обязательно помогут. И обязательно, как правило, на вашей родной земле, в вашей Беларуси. Получение паспорта из рук президента в самом сердце белорусской государственности и суверенитета, мгновения которой способны определить жизнь на годы вперед. Так чувствует и говорит об этом уже в родных стенах гомельской Ирининской гимназии гомельчанка Диана Кунина. Сначала я немного волновалась, но после страх прошел, и я получила действительно удовольствие, потому что мероприятие, мне кажется, это запомнится мне на всю жизнь, так как получить свой первый паспорт из рук главы государства – это очень значимое событие. К слову, получить свой первый в жизни белорусский паспорт можно и когда тебе далеко за 40. Андрей Заяц приехал в Беларусь из украинского Житомира. На раздумья у Андрея ушло четверть века, и вот теперь он гражданин Республики Беларусь. Свой первый белорусский паспорт получал не из рук президента, но при его непосредственном участии. Предоставление гражданства утверждается указом главы государства. Андрей признается, в свои 45 волновался не меньше, чем 14-летние ребята. Приехал к родственникам, познакомился с красивой девушкой, женился и все, как бы и остался. Нравится жить в Беларуси, стала второй родиной, как будто бы и даже я тут и родился. Торжественные вручения паспортов продолжались всю неделю. Новостные сюжеты, фотографии в социальных сетях, честные эмоции юных белорусов били через край. Тем сложнее было дождаться своей очереди Артему Некрашевичу. Из родного Будокошелева в Гомель парню предстояло отправиться только субботним утром, единственному из своего города. Спустя три часа в колонном зале дворца Румянцевых и Паскевичей, который помнит и коронованных особ, и первых лиц современных государств, волнение достигает апогея. Вот он, долгожданный момент. В руках не просто документ. Символ того, что ты гражданин своей страны, со всеми правами и обязанностями, такой же, как твои родители и учителя. Из всех эмоций превратает гордость, потому что я стал гражданином страны, нашей республики Беларусь, и я уже готов нести ответственность за нее будущее. Быть рядом со своим ребенком в момент, когда он вдруг ощутит себя взрослым, для родителей бесценно. Волновалась очень-очень всегда. Волнение за ребенка, наверное, больше, чем за себя. Было очень волнительно. Первая фамилия, чья прозвучала, это наша. Большая неожиданность, я даже сфотографировать не успела, но ничего. Отличники. Победители Олимпиад, спортсмены. Просто обычные белорусские парни и девушки. Сегодня им всем по 14. И именно они завтра своей страны. Суверенного и независимого государства в самом центре Европы. Республики Беларусь. Александр Добриян и Виталий Распопов. Неделя СТВ. Вот такими уходящие семь дней увидели наши корреспонденты и я, Юлия Огнева. Мы встретимся в следующее воскресенье. И это будут новые итоги новой недели.